всем привет добро пожаловать в мою оранжерею сегодня у меня цветочная новость в одном из недавних видео я как-то говорила что сезон покупок и сезон новинок у меня уже в этом году закончился но мои подписчики мне не поверили сказали лариса не может быть такого и действительно оказались правы и сегодня покажу свои новинки у нас на улице уже зима прям холодрыга минус 15 и вот что-то захотелось что-то теплого такого красивого из тропика и вот поехала садовый центр и конечно же не удержалась купила себе стрелицию королевскую и как ее еще называют райская птичка и еще покажу недавно появившиеся новинки у меня это красная крассандра и эписте тропикант тоже ну вот мои три новинки это красандра красная эльписция с красными цветочками и стрелиция коротко вам расскажу немного о этих растениях и расскажу как я буду за ними ухаживать ну пойдемте я покажу свою большую красандру она у меня цветет оранжевым цветом а это красотка будет красным ну кто знает следи за моими видео то вы знаете что она у меня красандра вот сейчас поближе покажу она цветет круглый год то есть можно добиться такого у меня на канале есть видео как я пересаживала обрезала если кому-то интересно можете зайти на мой канал и посмотреть ну вот за красандр и красный практически ну вообще не отличается конечно от ухода вот этой красандры но внешне я могу сказать что у них различия в листве у это такие знаете с глянцевым таким листочком блестящие а если посмотреть на красную красандру то там они такие как бы более матовые листочки как бархатистые такие ну конечно мне красандра очень нравится тем более такое растение знаете всегда благодарная то есть цветет и цветет я говорю круглый год если она зимой вот у нее немного цветов а если весенние и летний период то она вообще стоит просто вся в цвету и кто не знает конечно это растение я немного познакомлю красандра растет тропических районах на юге индии там этот цветок растет во влажных джунглях и по сей день его яркие оранжевое и красное зацветие распускаются круглый год только в дикой природе но видите можно и добиться что и в домашних условиях она у меня тоже круглый год цветет то есть это все зависит конечно от условий если вы создадите яркий свет тепло умеренный полив ну как вот она не любит сильно переувлажнение я поливаю по мере пересыхания горшочек наполовину это точно индийские женщины идя в храм всегда кроме других цветов украшают еще и свои волосы именно цветами красанок и еще интересный такой факт про нее в переводе с греческого ее название переводится как мужская бахрома и следующая моя новинка иписция иписция конечно это редкое сочетание красивой листвы и красивых цветочков ее и и листья можно сказать это главная роскошь этого растения они не только имеют такой кружевной узор и бархатистость такой на ощупь но они даже излучают какой-то свет это многолетняя травянистая и ампельное растение его очень красиво выращивать под весном кашпо иписция как и многие другие представители ее семейства хорошо растут небольших горшочков но нужен хороший дренаж и почва достаточно чтобы была рыхлой и не слишком питательны то есть добавлять почву какие-то разные разрыхлители растения это очень светолюбиво но она не терпит прямых солнечных лучей конечно же она любит влажность воздуха но ее не стоит опрыскивать из полилизатора поэтому их рекомендуют после полива накрыть полиэтиленовым пакетиком чтобы вот эта вот влажность напитала ее листья и подкармливать иписцию нужно в весенний летний период удобрением для цветущих растений не смотрите что они такие маленькие но вы меня знаете к весне они у меня вырастут уже большими и красивыми тем более иписция смотрите вот выпустила два цветочка стрелиция райская птица в нашем доме об этом растении я конечно уже давно думала но мне как-то не попадалось и вот сегодня то она как раз то не и попалась на глаза у нее конечно очень красивые цветы ну и листья конечно тоже мне вот они допустим нравится они очень такие жесткие прям жесткие и сейчас немножко познакомлю вас с этим растением это у меня сорт стрелиция королевская это самый такой красивый и аккуратный вид именно он выращивается в домашних условиях как комнатное растение в дикой природе этот вид королевской стрелиции произрастает южно-африканской республики и высоту он достигает двух метров а листья его достигают 50 сантиметров есть еще один сорт который выращивается в оранжерею это стрелиция николай а почему николай потому что она сама в честь николая первого но она годится конечно только для больших оранжерей так как ее высота достигает 6 метров ну и листьев конечно же у него огромные как у бананов большого трелиция предпочитает яркий но рассеянный свет и ее хорошо разместить у восточного или западного окна а если возле южного то ее нужно чем-то притянить потому что она не любит прямые солнечные лучи стрелиция не любит сквозняков как и другие тропиканки любит конечно полив по мере пересыхания горшочка на половину тоже ну конечно в зимнее время конечно полив уменьшать нужно а весенний летний конечно пообильнее поливать также можно и опрыскивать потому что она не любит сухой воздух или протирать влажной тряпочкой листья чтобы не было пыли на листочках ну и конечно строение корневой системы стерилиции тоже интересно она напоминает корни за мякулькас то есть там такие картошины наносятся и очень толстые корни это я уже увидела я когда сегодня покупала мне садовым сказали что вы до весны не пересаживайте но когда я принесла домой она у меня на горшке то не стоит а валится сейчас я вам покажу в чем там дело и посмотрите видите какие жирные корни вот придется ее переварить все таки в горшочек потому что горшочек тяжелый я боюсь что повредится вот этот корешочек я очень довольна что не сдержала свои обещания и у меня появилась вот такое красивое пополнение моей аранжерее как всегда буду держать вас в курсе как они мне развиваются как растут и как себя не чувствую увидимся в следующем видео